Выход в люди Ты помнишь, как мы тебя крестили в экране? Стоп, 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 стоп. Это уже про меня. Снимай штаны. Не буду я, ничего себе. Лимон, камон, 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 давай. Это было классное время. Мы все выросли как профессионалы. Спасибо большое МТВ и Борису Зосину, что дал нам возможность. Сказал парню. Вы знаете, я в своей жизни сделал много. Это единственная вещь, которая, в принципе, не давала мне погоня. Я никогда не выходил в наш центр и говорил. Привет, Олимпийский! Сейчас бы возглавили такой канал, стали бы сейчас что-нибудь делать подобное? Неа. Почему? Ну, всему свое время. Вообще, в истории российского телевидения нового было всего три команды. НТВ, потом МТВ. И вот сейчас дождь. Чем мы выиграли и чем выигрываете сегодня вы? Людьми. Люди делают телевидение. Они свою энергию передают вот через экран. Это невозможно объяснить, но это так происходит. То, что было на НТВ, это была команда молодых профессионалов. И если профессионализма в чем-то не хватало, то эта сторица окупалась большим количеством энергии. Андрей Стрелков. Гриша Александров. Хороший, кстати, музыкант еще, если вы не знаете. Столько музыкантов, а я никого не знаю. Уже. Какое-то другое время, другое МТВ. Ты что здесь делаешь-то вообще? Ты какое отношение имеешь к МТВ, скажи, пожалуйста? А это разве не вечеринка телеканала «Домашний»? Тогда я пошел. Нет, не смотрел, это ротик. Безобразие. Вот есть такие проныры, которые всюду пролезут. Вы что здесь делаете? Кого вы ждете здесь? Мы Дима Билан. А вы вообще смотрели МТВ? Да. Ребята, вот видите, там такой дядя стоит с такими косичками длинными. Вы знаете кто? Нет. 20 лет прошло, ребята. Что вы хотите? Те, кто застал время с 2000 по 2004 год в своем совершеннолетии, те понимают, что это в России было одно из самых свободных четырех лет вообще в жизни страны в общем. Все-таки у нас больше было протеста. У нас были там рокеры, металлисты, панки, скинхеды. Прямо противостояние. Сейчас все спокойнее. И когда все спокойнее, начинается процесс стагнации, деградации и так далее. Нужен рок-н-ролл, которого нету с тех пор, как мы ушли. Как вы относитесь к тому, что появилась тогда МТВ, и что для вас сейчас МТВ? Теперь уже задним числом, глядя на ту ситуацию, понятно, что было гораздо свободнее. А в тот момент это воспринималось как нечто само собой разумеющееся. Группа «Фир-Ви-Си»! Интересно смотреть на то, как поколение реагирует на старичков, которые выходят на сцену. И такие, а сейчас на сцене! Александр Анатольевич, ты такие... Кто за факт? Да. Когда было круче? Сейчас или тогда? Ты знаешь, я вообще не сравниваю в последнее время. Понятное дело, что когда ты моложе на 20 лет, это по-любому круче, да? 20 лет назад никто же вообще не задумывался о том, как все это работает. Мы просто приходили и кульфовали по большому счету. Нам еще и зарплату за это платили. Группа «Фир-Ви-Си» могла бы сейчас появиться? Нет, я думаю, что нет, конечно. Но это не вопрос свободы. Ну а как? Это же запрещено законом. Ну привет! В Ютубе-то она могла бы спокойно появиться. Ее бы там не забанили. Все, спасибо. Все, зовут. Группа «Фир-Ви-Си» Кажется, у нас столько все изменилось. Ну, во-первых, технологии совершенно другие. Массы всего интересного не было. И мы как-то без этого обходились, и мы делали все равно классное телевидение. Может быть, нам это все мешает? Потому что вот нету души, нету этого ощущения такого теплоты, которое было у нас тогда. Нет технологии нам мешает, поверь мне. Технологии? А кто? У вас оператор говорящий. 20 лет назад и чуть раньше была фраза «Скажи мне, что ты слушаешь, я скажу, что кто ты». Музыка перестала быть неким социальным маркером, обязательным элементом культуры. Это некий фон, это у каждого свое хобби. Нынешнее поколение – это поколение Инстаграма. Это девушки все на цыпочках, и мужики все бородатые, дровосекие, лесорубые и зажистые. А вот поколение, которое за камерой стоит. Давайте я покажу. Я обожаю Василия Борисовича Стрельникова. Это правда мой кумир, мой учитель и мое проклятие. Ты… Я учился у лучших. Ты неправильно прочитал текст, который я тебе выслал до этой записи. What the hell is going on? Ленинградский почтальон. Это ностальгия, знаете, она все приукрашивает. Прощай навсегда. Гожди, банджор, сыграй мне на прощание. Очень странное ощущение. Ты повидал всех старых друзей, ты посмотрел на большое событие, но ты понимаешь, что люди, которые сейчас в зале, не понимают и не чувствуют той свободы, которой было МТВ тогда и которой она остается для меня сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин